Если внимательный зритель решит поближе взглянуть на эти предметы искусства, то увидит, что все они сделаны из вещей, которые свое уже отслужили. «Опсайклинг как форма искусства» — такое название получила выставка, которая открылась в ТРЦ «Мега». Тема осознанного потребления уже давно волнует группу уфимских художников и куратора выставки Артура Рахметова. Тема «Опсайклинг» как раз позволяет на вещи посмотреть именно с нового ракурса, когда ты не просто стул восстанавливаешь, прикручиваешь ножку, и он становится стулом, а ты меняешь его функциональное первоначальное значение и смысловое. И вот здесь как раз стояло перед нами, перед художниками, чтобы поменять и функциональное, и смысловое значение каждого предмета. Чтобы люди заново посмотрели на привычные вещи с новым взглядом. В отличие от похожего ресайклинга, который отправляет вещи на переработку, «Опсайклинг» пытается найти им новое применение. Неслучайно выставочным пространством стал торговый центр. «Мега» бережно относится к теме осознанного потребления. Именно поэтому центр стал не только площадкой, но и предоставил материалы для работы. Здесь мы вспомнили, что у нас есть склады, на складах есть какие-то вещи, которые мы уже не используем. Они не принадлежат восстановлению, но они принадлежат обсайклингу и обсайклингу в искусство. Мы пошли с художниками в один день, взяли ключи, надели самую грязную одежду и пошли искать, что же может быть такого интересного, созданного из того, что есть здесь у нас. История вот как раз с этого, наверное, и началась, что нам дали доступ к складу и сказали, что все, что вам понравится, да, берите и делайте из этого какие-то свои штуки. Понятно, что изначально, наверное, не до конца было понимание, что это будет на выходе, и в этом тоже был свой интерес. На выставке можно найти произведения, созданные из старых манекенов, использованные мебели, частей автомобилей и ветхих журналов. Несмотря на то, что целенаправленно никто из художников со вторичным материалом не работал, некоторые из них признаются, что тема осознанного потребления была где-то рядом. Я любил как раз таки там в кафешках на коробках рисовать, на стаканчиках, даже на бумаге, которую в кафе вот стелят, прям на них же делать скетчи какие-то. Я не знал то, что это так называется. У меня уже был один эскиз с юртами, с башкирскими орнаментами и с лошадками. Просто идеально совпало. И мы решили то, что одна лошадка будет выходить из работы в нашу реальность. Незаслуженно забытая, обделенная стоит лошадка. Это прям прямой синтез граффити уличного искусства и галерейности. Выставка в стенах ТРЦ в первую очередь ориентирована на тех, кто пришел в Мегу за покупками. Поэтому для неподготовленного зрителя кураторы создали своеобразный аудиогид. Рядом с каждым произведением висит небольшая экспликация с QR-кодом, где художник сам рассказывает о своей работе зрителю. Старая пословица гласит «Встречаем по одежке, провожаем по уму». Я подумала, что будет классно, если сами глаза будут состоять из одежды, которая вырезана из журналов. Это инсталляция по мотивам знаменитой картины Казимира Малевича «Спортсмена». Я не экоактивист, но хотелось бы акцентироваться на вопросе использования старых ненужных вещей, давая им новую жизнь, а не новое место на свалке. Выставка «Апсайклинг как форма искусства» находится в ТРЦ «Мега» напротив магазина ДНС. Вход на нее бесплатный. Аня Шакова, Роман Нагуманов, Телеканал ЮТВ.